68 килограммов Павел Пенигин и Кизер Ллойд. Павел Пенигин, киевлянин, борьба за первое место. Победитель получает высшую награду Олимпиады. Выигрывает третий раунд, выигрывает Павел. И выигрывает тоже достаточно много, порядка 10 очков у Кизера Ллойда, ставство на которого делали американские тренеры не всякого сомнения. Чемпион мира 75-го года Павел Пенигин борется с чемпионом мира 73-го года. И американцы очень рассчитывали в этой весовой категории, еще балл завоевывает Павел Пенигин. В этой весовой категории тоже добиться хорошего результата. У них ставка в основном была на братьев Петерсон, на Кизера Ллойда и на полутяжеловеса. Но в бою полутяжеловеса с Иваном Ерыгином мы увидим. А сейчас приближается к исходу поединок финальный. Вегче 68 килограммов. И пока преимущества очень солидные преимущества на стороне киевлянина. Очень важно в последние секунды, минуты финального боя сохранить возможность контролировать действия соперника. Хорошо сейчас забежал Павел, но... 11-1 на табло. Поставили еще балл, предупредили Кизера за негде не парьбы. 12-1. Разрыв. Убедительный вот там отредизврительный встает Аслан Анзиев. Уже, в общем-то, празднуя, наверное, победу Павла Ценигина, празднуя вторую золотую медаль нашей Олимпийской сборной. Борцы, вольники одними из последних ведут сейчас финальные бои в Олимпийском Монреале. И, конечно, каждая медаль вот здесь, вот на этом турнире, даже не на вес золота, ей цена намного выше, потому что растет общее количество выигранных медалей советской Олимпийской сборной. И каждая медаль становится как бы в войне дороже и в войне нужней.